Во-первых, что касается богобоязненности, что такое таква, был спрошен Абу Гурейра, что же такое богобоязненность, и он сказал Когда-нибудь ходил ли ты по такому пути, по такой дороге, где есть что? Колючки, на полу колючки лежат, или же можно, то есть, может мы по колючкам с вами в пустыне не ходили, грязь, например, на улице, грязь лежит И он сказал, и что ты делал, когда шел по этой дороге? То есть, он сказал, когда я видел какую-то колючку, я либо что, перешагивал ее, либо же шагал до нее, если я хорошо, или же обходил ее И сказал Абу Гурейра, это и есть богобоязненность, это и есть богобоязненность Когда ты видишь грех, ты либо останавливаешься перед этим грехом, либо же перешагиваешь этот грех, либо же обходишь этот грех стороной Вот это богобоязненность, для того, кто хочет понять, что такое богобоязненность Имам Аш-Шафия, рахима Аллах, говорил Три вещи самые тяжелые для человека Быть щедрым, когда у тебя мало, у самого мало То есть, проявлять аскетизм и богобоязненность, когда ты остаешься наедине с собой Или же говорить истину у того человека, перед которым ты заискиваешь, или же которого ты боишься Или же которого ты боишься, то есть, какой-то бизнесмен Он вложился в какое-то запретное дело, или же совершает что-то запретное Но ты надеешься, что он тебе чем-то помогает, и так далее, он тебя спонсирует, и так далее И ты стесняешься говорить перед ним правду, истину, и так далее, и тому подобное Или же какой-то, то есть, главный в вашей местности, и так далее, и ты боишься, что он тебе там что-то скажет Или же еще какой-то человек управляющий думает, что тебя из мечети выгонит, и так далее, и тому подобное Если ты скажешь ему то, что является правильным, и так далее, исправишь его, и так далее Хорошо, то есть, это очень тяжело, говорит Или же наоборот, тот, кого ты боишься, тот, кого ты боишься На Очень великие слова, это слова Джунейда, рахима Аллах Его спросили То есть, откуда мне взять помощь, поддержку, или же, то есть, чем мне руководствоваться, чтобы потуплять свой взор Чтобы потуплять свой взор И он сказал Говорит Говорит, тебе облегчит потуплять свой взор то, что ты понимаешь, что Всевышний Аллах, Субхан Таля, увидит тебя раньше, чем ты увидишь то, что желаешь увидеть из запретного То есть, когда ты хочешь посмотреть на что-то запретное, знай, что Аллах, Субхан Таля, увидит тебя раньше, чем ты посмотришь на это запретное Всевышний Аллах, Субхан Таля, знает, что ты, что ты делаешь Ибн Раджаб говорил, что в общем можно сказать про богобоязненность, которая именно в скрытом, когда человека никто не видит, и он тогда проявляет богобоязненность, говорит, у этого большой след в сердцах верующих, такого человека начинают любить верующие. Тот, кто боится Всевышнего Аллаха, наедине, этот человек всегда описан тем, что его любят другие люди. Аллах поселяет любовь к этому человеку в людях, то есть в других людях. Абуд Дарда, рада и Аллаху анну, говорил, Лияттаки ахадукум антал аннаху кулюбульму менина вагуаляя шор. Пусть остерегается один из вас, чтобы его проклинали сердца верующих, в то время как он даже этого не чувствует. То есть когда он остается наедине, он совершается, то есть грехи отслушается Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля. И Аллах, Субханава Тааля, делает так, что его ненавидят сердца верующих, то есть верующие начинают его ненавидеть. Сулеймана Тайми, Рахима Аллах, говорил, Говорит, что человек бывает так, что совершает грех скрытно, и никто его не видит, и когда наступает утро, на нем бывает позор от этого греха. Так же говорили, Говорит, почему один из нас не стесняется, совершая какой-то грех, просит у Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля, прощения, затем снова совершает грех, и затем снова просит у Аллаха, Субханава Тааля, прощения, и снова совершает этот грех. И Хасан сказал, О как бы желал бы шайтан победить, то есть, победить вас вот этим, то, чтобы вы действительно перестали просить прощения у Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля, ни в коем случае не уставайте просить у Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля, прощения, поэтому знай у Раба Аллаха, каждый раз, когда ты грешишь, если ты не просишь у Аллаха, Субханава Таалля, прощения, то есть тогда к тебе уже подобрался шайтан. То есть каждый раз, когда ты совершаешь грех и просишь у Аллаха, ты на правильном пути, ты на верном пути. Ты просишь у Аллаха, ты каешься за свой грех. Когда же ты скажешь, либо же самое страшное, это когда человек уже не чувствует запах этого греха и думает, подумаешь, подумаешь, Аллах, прощаешься, это самое страшное. Но если же человек думает, что какой же я скверный, как я могу просить прощения у Аллаха и возвращаться к этому греху, то знай, что шайтан радуется этому больше всего. Наоборот, нужно что? Совершать это. То есть если человек совершает грех какой-то, просить Аллаха и прощения каждый раз и стремиться никогда не возвращаться к этому греху. Но ты человек, ты в любом случае вернешься. И, братья, есть удивительнейший хадис, который я очень не хотел бы, чтобы для кого-то открывал дверь к чему-то, к грехам. Потому что этот хадис для того человека, который, совершая грехи, прося прощения Всевышнего Аллаха, отчаялся в милости Аллаха. Вот для этого человека этот хадис. Этот хадис не для того человека, который желал бы совершать грехи, но не находит себе оправдания. Посланник Аллаха сказал, этот шейх Аль-Баин приводит этот хадис в сельсале сахиха. Говорит о том, что Всевышний Аллах увидел своего раба, который совершил грех и попросил у него прощения. И сказал, что простите ему. Затем еще раз совершил грех и сказал, что больше не совершит, затем опять совершил. Аллах Субхан Талли снова его простил. И так постоянно-постоянно, пока Всевышний Аллах Субхан Талли не скажет. Пока Всевышний Аллах Субхан Талли не скажет, я простил ему этот и все, что он совершит после этого. Аллах Субхан Талли не скажет. То есть имеется в виду, что когда человек остается наедине и хорошо плачет, оплакивает свои грехи и так далее. Если человек, у него чертствое сердце, он не умеет плакать хорошо, то и Абу Бакар Раде Аллаху Ану говорил, Ибкуфа Ильям Тастаты Офа Табакал. То есть либо плачьте, если же вы не можете плакать, то старайтесь, выдавливайте из себя плачь. Выдавливайте из себя плачь где? Когда ты остаешься один, наедине со своим Господом. Хорошо ночью, в последнюю третью часть ночи, например, ну вот не выходят из тебя слезы. Нет, унижайся перед Всевышним Аллахом, Субхан Талли. Плачь, проявляй, то есть хорошо, то есть инкисар, чтобы ты хорошо, то есть поди перед Аллахом, Субхан Талли. Сальман, Рахима Аллах, говорил такие великие слова. Говорит, бережно относитесь к этим пяти молитвам, бережно относитесь к этим пяти молитвам, то есть выполняйте их в джамаате, выполняйте их должным образом. Ведь поистине они, то есть являются причиной прощения или же лечения этих ран до тех пор, пока ты не умрешь. То есть пока человек не выйдет из ислама или же действительно не умрет. Хорошо, то есть эти молитвы, они что? Они являются причиной прощения грехов. То есть верующий человек видит свои грехи таким образом, что как будто бы над ним гора, которая вот-вот на него упадет. Как он будет бояться? Будет бояться каждого шороха, так или не так. Что касается грешника, говорит, Что касается грешника, говорит, для него его грехи подобны мошке, которая подлетела к его носу и он сделал. Вот так вот. То есть подумаешь грех. Подумаешь грех. Так или не так. Аллаху мустааму. Хасан, рахимауллах, говорил, Говорит, я застал таких людей, которые, если бы они, то есть, гору золота бы на пути Аллаху, субхану Талли, израсходовали бы, они бы не чувствовали себя в безопасности. Почему? Потому что они так сильно бояли своих грехов. Ибн Уаун, рахимауллах, говорил, Говорил, не чувствуй себя в безопасности из-за большого количества деяний. Ведь поистине ты не знаешь, будет ли это от тебя принято или нет. И ни в коем случае не чувствуй себя в безопасности от твоих грехов, ведь ты не знаешь, они прощены тебе или же нет. Поистине все твои деяния скрыты от тебя, то есть на этом свете. И ты не узнаешь, пока не пристанешь перед своим Господом. Аллаху мустааму. Просим Аллаху, субхану Талли, простить нам наши грехи и сделать нас лучше.